Фактически я действительно с этим согласна. А вот согласна ли ты с утверждением, что вся наша жизнь — игра? И с этим я тоже согласна, Саш, представь себе. Вот Герман из «Пиковой дамы» тоже был согласен с тобой. Ну, в общем, давайте узнаем, а вот согласен ли с нами Михаил Сафронов, генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Доброе утро, Михаил Вячеславович. Доброе утро. Мы очень рады вас видеть здесь у нас и, конечно же, вообще в Крыму, потому что в 2014 году, стоит признаться, я была на ваших спектаклях. Это Екатерина Великая, которая меня просто поразила. Это действительно очень яркие костюмы, и я честно рекомендую всем посетить. А я так как рад, что мы снова желанные в Крыму, потому что пять лет тому назад мы первые, кто с большими гастролями приехали сюда. И сегодняшний тур, наш большой тур, все-таки 32 спектакля показать крымчанам. Это и Севастополь, и Симферополь, Ялта. Поэтому бесконечно рады тому, что принимают очень хорошо. Мы завершили первый тур, первую часть тура в Севастополе с овациями, можно сказать, не скромно, но триумфально. Поэтому мы очень рады, что мы снова у вас. Скажите, что вы в этот раз привезли? Вы знаете, мы привезли восемь названий. Сами понимаете, что это огромное-огромное количество спектаклей. Восемь. Покажем мы их буквально за две недели. Мы привезли все, но привезли все то, что может вместиться на площадку Крымского музыкального театра. Я хотела спросить, это сколько фур? Потому что вспоминают тот спектакль, я помню, сколько было там костюмов. Они же все большие, огромные. Я могу напомнить, 376 костюмов. 376, это только касается одного спектакля. А обуви 700 пар, а шляп 300 и так далее и тому подобное. Но 200 с лишним человек приехало на гастроли, а в спектакле занято 160. Поэтому, сами понимаете, что это огромный отряд актеров, сценографов. Приехали все постановочные цеха. Мы все всегда возим с собой. Так в итоге сколько же приехало фур? Фур приехало шесть. Шесть фур. На сей раз, так как есть спектакли более камерные для Ялты, поэтому они уместились в шесть фур. Да, но это действительно очень зрелищно. Да, мы очень ждем, что мы снова произведем впечатление, хорошее впечатление, потому что мы привезли авторские спектакли, такие как вот Екатерина Великая. Кстати, мы впервые покажем в городе трижды Екатерину Великую. И надеемся, что все, кто хотел бы посмотреть ее, и у кого в памяти она осталась, она осталась у большинства тех, кто вот вы уже сказали об этом. Поэтому мы ждем с нетерпением вашего дорогого, нашего дорогого зрителя. Надо сказать, я тоже позволю себе небольшую нескромность. У нас есть такая программа, она была в это воскресенье открыта, называется «Репетиция», посвящается она классической музыке. Так вот, буквально завтра мы приедем снимать и дорогим телезрителям расскажем в подробности, как идет подготовка спектакля, как выглядит закулисная жизнь. Это, поверьте, безумно интересно. Но я знаю, что ваш театр иногда полу в шутку, полу всерьез называют целым холдингом. У вас не только есть постановочные группы, цеха, но еще есть целые коллективы. И вы тоже их с собой взяли. Да, конечно. У нас сейчас идет промакция на ступеньках музыкального театра Крыма. Мы привезли с собой очень знаменитый коллектив. Это ансамбль, группа «Изумруд», который, ну, практически, как вот моряки говорят, «Кругосветное путешествие», уже совершил, он объехал полмира. Вот, и привезли группу «Нон-соло». Вот эти ребята все дают промакции. Только в Севастополе их посетило эти промакции 17 тысяч человек. Представляете? Больше, чем на спектаклях сидело. Поэтому это... А что такое холдинг? Холдинг – это вот эти коллективы, которые входят. У нас есть детская студия, больше ста человек, детей, которые занимаются в этой студии. И мы не воспитываем артистов там, а воспитываем артистов для себя. Для того, чтобы маленькие актеры были заняты в тех спектаклях, где они нам, как воздух, необходимы. И уже они были с навыками, именно к нашим актерам привыкали, к нашей сцене. Поэтому у нас есть вот такая очень симпатичная, большая детская студия. К сожалению, у нас остается буквально одна минута. Я вас прошу еще раз обратиться к крымчанам и пригласить их на свои спектакли. Ну, я бесконечно счастлив буду, если крымчане увидят вот эту кепку. А мы эти кепки раздаем. Более двух тысяч кепок раздали уже крымчанам. Если увидите эту кепку, знайте, что это наши люди, которые уже пропагандируют и создают нам имидж. Вот. И, конечно, мы очень ждем на такие спектакли, как Екатерина Великая, как мировая премьера Казановы. Мы привозим сюда. Мы на эти спектакли подобрали такой репертуар, который не может оставить равнодушным крымчанам. Поэтому мы будем счастливы, если наши залы и на сей раз будут полными. Вы, извините, я тут много подглядываю и вот вижу, какие еще будут спектакли. Скандал по-французски, например. «Летучая мышь, герцогиня из Чикаго. Как вернуть мужа?» Вот. Вы знаете, что... Но проблема же есть в этом, видимо. Поэтому мы... Очень веселые, замечательные спектакли. И тетка Чарли, которая до слез смеются люди, хоть и материал известный. Вот. Поэтому спектакли все подобраны на так, чтобы душа у зрителя растаяла. И мы надеемся, что мы снова шлейф оставим, может быть, не на пять лет, может, меньше, но оставим шлейф добрый, хороший, о своем театре. Ну, это говорит о том, что у нас есть, что оставлять, потому что, наверное, 20 национальных театральных премий «Золотая маска» просто так не дают. Спасибо большое. Я напомню, у нас сегодня в гостях Михаил Сафронов, генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, заслуженный работник культуры России. Благодарим за то, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо вам. Спасибо вам. Приходите.